Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 9 сентября – день Пимена Великого. Пимен по-гречески пастырь. Он родился в Египте. С юных лет он посвятил себя вере в Бога, проводя дни и годы в трудах постнических и непрестанно молясь, преуспел в добродетелях иноческих. Он умертвлял свою плоть, воевавшую над дух, истощал ее, как пленника, великими трудами и покорял ее на служение духу. В результате взошел на вершину бесстрастия и стал славнейшим из всех пустынных отцов. Скончался он в возрасте 110 лет. Сегодня почитали рябину, собирали ее урожай наряду с калины. Наши предки ценили целебные свойства рябины и калины. Снадобия на их основе использовали для лечения простуды, нервных заболеваний, цинги. Использовали для повышения иммунитета, улучшения свертываемости крови, как бактерицидное и мочегонное средство. Была распространена традиция подвешивать гроздья рябины над крышами своих домов. Приметы. Если много рябины уродилось, это к ненастной осени и холодной зиме. Гроза сегодня предвещает теплую осень. И если птицы не всю рябину сели, значит зима будет мягкой. Появление комаров в конце первой декады сентября к мягкой зиме. Терпец, кстати, Владимир Сергеевич Перевяков. Добрый день. В гостях целебной кулинарии. С чем вы к нам пришли? Ну вот я хочу вам приготовить капусту со сметаной. Вот я обычно знаю, что много... Капусту не перевариваете? Не, варю. Чтоб она хрустела, важно. Чтоб сохранили иногда полезную сметану. Не, ну просто, я не знаю, хрустела или нет, просто, чтобы она была вареная. Вообще редко, когда со сметаной, капуста со сметаной, обычно с маслом едят, потом солят капусту, хвастят. А вот со сметаной я вот не видел, чтобы в гости часто хожу, никогда не видел, чтобы со сметаной. Это вот фирменное блюдо, это моя мама научила мне пить. В вашей семье. Да, в нашей семье. И вот это семейное, так сказать, блюдо. Ох, как вы сразу много нарезаете. Или потом больше. Не, мы его еще будем крошить. Оно простое, в изготовлении, и недорогое, и быстрое, я бы сказал. И, кстати, если мы говорим о капусте, она обладает рядом целебных качеств. Да, да, да. Да, именно. Там противоязвенный такой фактор имеется, то есть противоонкология, сразу будет хорошая профилактика. Значит, работа прекрасного желудочно-кишечного тракта, вот что называется капуста. И, кстати, в древнем Египте рабочих, которые работали на строительстве тирамид, кормили капустой, которая обладает силу. Конечно, а мне капуста нужна, чтобы кальций был, у меня вот ломкие ногти, вот говорят, врачи мне сказали, что не хватает витамина в кальция. И я думаю, что кальция не хватает многим нашим зрителям. Геннадий Петрович, поделитесь, какие еще продукты нужно есть, чтобы был кальций? Кстати, действительно, значит, в капусте имеется некоторое количество кальция, больше его, конечно, это будет в твороге. Но, тем не менее, вы сказали, что у вас ломкие ногти. Да, да. Вы знаете, что происходит? Оказывается, два элемента дают в организме человека следующие факторы. Это кальций, крепость скелета, и кремний дает эластичность связок. Так вот, если у вас что-то трещит и ломается, это говорит не столько о том, что нехватка кальция, а о том, что его может быть избыток, который ведет к нарушению эластичности. Поэтому для того, чтобы кальций у нас нормально усваивался, оказывается, надо, чтобы кремний обязательно был в нашем организме, плюс, значит, что еще, должен быть баланс особый. Поэтому вы занимаетесь своей капусточкой, а я тут параллельно сделаю для вас такое блюдо, которое способствует и усваиванию кальция, и тому, чтобы ногти не ломались, а были эластичными. Просто вы режете, да? Я вот, смотрите, заранее заготовил куриные яйца. Вот тут бывают, смотрите, что-то вот такие вот пометочки. Мы их лучше всего удалим лишнее. Ну да, эта краска нам навредит, да? Да. Краску удаляем. Смотрите, раз. Вот. Скарлупа представляет собой самые лучшие кальций, тем более он природного происхождения. И здесь даже особенно термически не обработан, просто-напросто хорошенько яйцом это помыли. Видите, как оно сразу будет действовать полезно. Но для того, чтобы он усвоился, мы сейчас вот как раз сделаем особый препарат, который можно легко делать дома. И ваши ноготки, ноготки, волосы и кожа будут великолепны, а заодно сосуды. Потому что если у нас в организме избыток кальция, и ногти начинают ломаться, это говорит о том, что и сухость есть, это говорит о том, что им слишком много у нас вот этого, ну, перезбыток кальция, это же сказывается и на сосудах. Ломка сосудов также может быть. Поэтому. Все взаимосвязано. Все взаимосвязано, поэтому мы с вами, смотрите, вот взяли скорлупу яиц, 4 яиц. Теперь мы все это с вами на кофемалочке измельчим. Берем аккуратненько это все. Хорошенько высушили. Поэтому куриные яйца не выбрасывайте. После того, как вы там съели вареное яйцо, скорлупу высушите. И мы с вами будем использовать. Так, где у нас куришка? Вот она. Опа! И... Измельчаем. Измельчили. Теперь мы с вами добавим травки, где содержится кремль. Лучше всего, чтобы это был биологически активный кремль. Кремль, поэтому он содержится у нас с порошей и полевом хвоще. Значит, мы берем немножечко, чайную ложечку, примерно, травы. Так, ну вот, нам, наверное, хватит с вами, да? Хватит, хватит, хватит. Вот, сейчас я объясню зрителям. Давай. Ага. Ну вот, я нарезал капустой. Не обязательно сильно мелко. Вот. Сейчас на сковороду. Давай. Тут уже вода готова кипела, да. И сейчас я это... Аккуратненько. Высыпаю. Да, высыпаю капусту в сковороду. Вот. Вот, да. Да, и сейчас мы посолим ее. Вот. Ну, воды... Воды заливать столько, чтобы вот... Хватило скипеть. Когда уже... Вот, это, тут минуты, наверное, ну, максимум 10, даже меньше. Ну, все, вот, наверное. Хорошо, пусть она вскипит, чтобы все это пропарилось у нас. Да, 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 да. И сейчас посолим еще, посолим, размешаем. Соль есть у нас? Соль есть. Вот она, соль. Ну, вот, смотрите. Вот сколько... Вот по ложечке, я не знаю, больше. Ну, давайте, смотрите сами, как вы сделаете. Да, ну, она еще на настойке. Давайте. Вот, и сейчас размешаем еще. Десятые лунные сутки. Так уж принято считать, что в эти лунные сутки устанавливается причинно-следственная, то есть кармическая связь между миром живущих людей и их предков в ином. В целом этот день весьма благоприятен для укрепления родовых традиций. Поэтому соберитесь с широким семейным кругом, за хорошо накрытым столом и в веселой беседе Повспоминайте своих ушедших родственников, ведь память о них самая лучшая, что вы можете для них сделать. Дети, внуки, видя такое отношение, будут более уважительно относиться к вам и поймут, что такое родовая традиция. Постарайтесь в этот день меньше работать и физически трудиться. Одиннадцатые лунные сутки. Они носят такое название «день Икадаши», первый день Икадаши. В лунном цикле бывают разные по энергетике сутки. Эти наиболее мощные из всех. В организме человека они активизируют первоначальную жизненную силу. Йоли ее называют «кундалин». Эту энергию важно направлять на укрепление и обновление организма. Для того, чтобы ей ничего не мешало работать, рекомендуется полностью удержаться от принятия пищи. Если вы сегодня затеяли какое-то дело, то обязательно доведите его до конца. Физическая нагрузка должна быть обычной, а то и чуть меньше. Эмоционально будьте спокойны и не общайтесь с теми людьми, которые вас растражают. И еще одна важная рекомендация. Сегодня ничего не режьте ножом, даже хлеба. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok